Уважаемые коллеги, начинаем нашу послематчевую конференцию. К вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Факел» Павел Гусец. Павел Пантелеич, ваш анализ сегодняшнего игры? В анализе игры я считаю, что хочу поздравить всех наших болельщиков и ребят с хорошо проведенной игрой. Я думаю, для зрителей, собравшихся сегодня на стадионе, матч был интересен по одной простой причине, что обе команды играли в футбол, пытались играть комбинационный футбол. Мы знали, изучая «Спартак», прекрасно понимали, что «Спартак» силен контролем мяча, ведет игру за счет средних и коротких передач, мяч внизу. Поэтому, принимая план на эту игру, мы стремились к тому, и было дано задание, чтобы лишить возможности контроля мяча «Спартак», максимально лишить. За счет чего? За счет того, что лишить их пространства и времени. На протяжении всего матча прессинговать это нереально и требует огромных физических затрат. Но было дано задание сразу ближних, мы, кто у «Спартака» с мячом оказывался, ближние должны были блокировать, оказывать давление на игрока, владеющим мячом. И навязать свою игру. В принципе, по игре, по содержанию мы провели очень хороший матч, очень хороший контроль мяча был. Было задание дано, что мы, изучая соперника, видели, что пять человек у них активно участвуют в атакующих действиях. Давыда Вобухов, плюс поддержка двухфланговых игроков, один из центральных полузащитников. У них проблемы возникали в предыдущих играх, которые мы изучали. При возврате из выхода, из атаки в оборону образовались большие зоны. Мы попросили ребят максимально использовать эти зоны за счет быстрого выхода, особенно при стандартных положениях, из обороны в атаку. И, в принципе, предпосылки для этого были. Были предпосылки. И, собственно, мячи мы забили все в быстрых атаках. За что ребятам очень благодарен, что строго выдержали план на игру, показав качественную игру. Вопросы? Ожидали, что со второго этажа от первого гола был забитый? Все-таки вы изучали там защиту? Ну, я изучал, да. Где-то, может быть, немножко в плане того, что мы забили два мяча со второго этажа, может быть, неожиданно это. Ну, в какой степени, в какой-то мере. Почему? Потому что два центральных, и Пусько, и второй центральный защитник габаритные, хорошо играют головой, как в своей штрафной, и при стандартах. Но нужно отдать должное Касьяну, который у нас из нападающих, он очень прилично играет головой. И здесь в опережение он сыграл, используя не очень, скажем так, скоростные качества. Ну, были очень хорошие со стандартом, мы забили один мяч со стандартом, второй в быстрой атаке, хорошая нацеленная фланговая передача с игрой на опережение. Все, здесь Саше нужно отдать должное Касьяну, сыграл здорово. Еще вопрос? И третий мяч Миша Бирюков исполнил тоже в быстрой атаке. Хорошая, шикарная, проникающая передача за спину защитникам. Мы, используя свои скоростные качества, то, что мы и просили, и знали, что в этом компоненте Бирюков будет иметь преимущество перед двумя центральными защитниками. И здорово исполнил, подсек, исполнил это мастерство. К вашему вниманию главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов. Евгений Александрович, что вы можете сказать о сегодняшней игре? Ну, в сегодняшней игре, что можно сказать? Во-первых, очень плохо начали игру. Начали фактически игру со счета 0-1. И совсем необязательно штрафной заработали на первые минуты. Ну и плюс ошибку допустил Филиппов на первом голе. Пропустили на первые минуты. Потом вроде бы отыграли один мяч, хорошую атаку провели. Очень хороший гол забили. После этого опять в контратаке пропустили. Второй мяч, тоже похожий. Такая передача навесная, долго летела. И не смогли сыграть на верхней точке. Дали возможность сопернику себя опередить. Во втором тайме так попытались. Изменить ход игры и замену сделали. Ну, опять же, пропустили гол. Совсем не обязательно. Провели матч, скажем так, не лучшим образом. Хотя при этом, даже при, скажем так, не самой лучшей нашей игре, моменты, в принципе, были. Моменты были для того, чтобы забить еще. По этой игре забей один гол и могло, в принципе, повернуться по-другому. Вот этот ход матч. Ну, в любом случае, через три дня у нас следующая игра. Поэтому готовимся. Переживать особо некогда. Готовимся к следующей игре. Вопросы? Евгений Александрович, что не получилось сегодня? Что не получилось? Ну, не получилось надежно сыграть в обороне. Не получилось. Ну, и реализация в атаке тоже оставляет желать лучшего по сегодняшней матче. Еще вопрос. Два гола забито головой из центральной зоны. Как-то будете этот момент разбирать? Ну, конечно, будем разбирать. Конечно, будем разбирать. Но я уже сказал, что по первому голу там, наверное, вопросы есть к Мише. Филиппу, кажется, должен был выходить и играть этот мяч. В принципе, по второму мячу, наверное, тоже там забивали из вратарской. И мяч долго летел с фланга. Это ошибка наша, безусловно. Понятно, что сказались. И перестановки у нас отсутствовало. Ряд игроков отсутствовал. И Кутин пропускал из-за дисквалификации. Сборные у нас Савичев, Самсонов, Микадзе. У нас достаточно большая группа. Конечно, у нас на правом фланге возникли некоторые проблемы. Мы как бы знали, что так может быть. Мы к этому должны быть готовы. Хорошо, что следующий матч будет не в Иркутске, а в своем фоне. Ну, это, конечно, приятная новость, скажем так, была, когда Иркутск решил переместить игру. Сначала планировали они в Красноярске провезти, потом перенесли сюда. Конечно, для нас это плюс. Минус один длительный выезд.